Владимир Путин предложил принять новые меры для повышения рождаемости в стране. На заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей глава государства заявил, что с января 2018 года будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца. Выплата будет адресной. Также президент предложил продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и расширить сферу его применения. Кроме того, по его словам, особо нуждающиеся семьи смогут получать деньги в виде ежемесячных выплат. Президент также заявил о запуске программы по субсидированию процентной ставки по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком, начиная с 2018 года. Для поддержки рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. 1. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного именевого ребенка, установленного в субъекте Федерации. В среднем она составит в 2018 году, в среднем, конечно, зависит от региона к региону, 10 523 рубля. В 2019 году 10 836 рублей, в 2020 году 11 143 рубля. За 10 месяцев 2017 года по сравнению с 10 месяцем 2016 года у нас родилось меньше на 1300 детей. И должна сказать, что это тенденция, которая, она объяснима, потому что количество женщин фертильного возраста, те, которые за счет 90-х годов родилось меньше, эта тенденция, она закономерная. Вот такие поручения для нас, они сегодня имеют очень большое значение. То есть сегодня мы воочию ощутим ту государственную поддержку, которая пойдет для стимулирования рождаемости. Продолжение следует...